Адказать на пытание республиканского перепису насильства 2019 года можно будет и в интернете. Палат культуры в области закрыли на рамон. Усе мероприемства и концерты переносятся на иншие пляцовки. Разумная талиновидая креативная. Як выбирали студента года у Могилевской области у нашим выпуску. Адказать на пытание республиканского перепису насильства можно будет и в интернете. Такая махчимость у жахару Могилевской области з'явится у перши тыдень перепису, який пройдет с 4 по 30 кастрышника 2019 года. А пытания работники Белстата проведут так само на стационарных участках. И только на заключном этапе перепису почнутся пакватерные обыходы. Жахарам региону пропонуют отказать на 5 блоков пытанев. У перши неу перепис проведут в электронном формате. Дякуючих этому часу на пытания спотребится меньше. А дадзеная будут опрацовывать больше оперативно. В отличие от предыдущей переписи, здесь вопросы добавлены и по занятости населения, и по миграции. Информация необходима нам для построения социальных прогнозов, конечно. И в рамках переписи 2019 года будет проходиться и сельскохозяйственная перепись. Как только покончится опрос, то тут же эта информация уйдет на Белстат. Больше она не сможет быть не скорректирована. Никакую информацию мы, никакие органы другие давать не будем. Индекс промысловой вытворчести в Могилевской области за 10 летних месяцев склал 105,8%. Объем вырубленной продукции повеличивается, а ли запасы готовой продукции на складах не растут. Кризис навучил предприемство працевать под конкретные домовые и поширать рынки с бытом. Про то, что продукция могилевских промысловых предприемств конкурентно сдольная, свечит по величине экспорту. Темп роста экспорту повод для выника за 9 месяцев склал 115%. Основные драйеры промысловости, как коментуют у Абл-Ваканкаме, буйные предприемства, у тем лику и ты, якие працуют у свободной экономичной зоне. Основные экспортеры – Белшина, Бабушкина Крынка, Могилевхимволокно, Хранаспан и Могилев-Лифтмаш. Про динамику устойливого росту промысловости Могилевской области у интервью телерадиокомпании Могилев рассказал наместник старшини Абл-Ваканкама Дмитрий Харытунчик. Однако размова у студии зашла и про проблемное предприемство региона, например, про Могилевский завод «Строммашина». «Строммашина» на сегодняшний день, надо признать, работает достаточно стабильно на заводе. Они имеют хороший на сегодняшний день пока портфель заказов, хотя надо тоже отметить основной контракт, который у них был, он подходит к завершению своему, они его выполнили, завершают. И сейчас им нужно очень активно работать по поиску других контрактов. Ведется эта работа, активно ведется руководством, но пока, скажем так, определенные опасения еще есть. Интервью Дмитра Харытунчика про работу промысловых предприемств в области глядите у информации на аналитичной программе «Днями». Палац культуры в области закрыли на рамонту. Все мероприемства и концерты переносятся на иншие пляцовки. Новое помешкание шикают для гуртков и секций, что працуют у палацы. Рамонт будет дожиться каля одного года. На палаце культуры в области нема неводной афиши. Тут распачали капитальный рамонт. На сцене демонтируют заслону, сдымают световое и гуковое обсталявание. Говорка про рамонт в будинку палаца в области вялась яшче летость. Як запылнивают эксперты, аварийной ситуации нема, але час распачать работы надэшоу. В августе месяце были бы проведены торги по поводу проведения капитального ремонта. Это еще раз замечу, он плановый. Его окончание планируется к осени 2018 года. У файи палацы культуры, а так само на офицейном сайте установы есть объявы про перонос концерта Игоря Квашевича и спектаклю «Младенец на прокат». Тут же информация, что уже набытые билеты можно вернуть до 30 листопада. Переговоры ведутся заранее, за полгода, иногда и больше мы запускаем такие проекты. Трудности очень большие. Тут, понимаете, есть три стороны. То есть это зритель, это артист, это организатор. То есть все остаются в невыгодном положении. Про концерт Сергея Пенкина мы потелефоновали у Центр продажу билетов. Скажите, пожалуйста, а какая площадка сейчас определена для концертов Сергея Пенкина? Да, организатор, сказали, концерт назвал Магировки. У Палаца культуры 12 творчих коллективов, где занимаются дорослые и дети. Работу гуртков и секций по куль припынили. Им шукают часовое место для работы. Частично, я думаю, уже решен вопрос по размещению некоторых коллективов в учреждении образования Могилевский государственный колледж искусств, в учреждении культуры Могилевский областной методический центр. Коллективы, конечно, будут продолжать работу. Палац культуры в области – одна из самых великих городских концертных пляцовок. Больше за тысячу месяцев. Миновата на ее 40 год лазятся усе самые значные мероприемства. После капромонта тут з'явятся сучасные технологии и обсталевания, которые придутся до спадобы и артистам, и глядачам. Как кажется, шоу должен протягиваться. Алена Соловьева, Александр Артемьев, Виталь Вопси, Новины Региона. Слизкие береги стали причиной смерти. Яны вельми небеспечные, нагадываются в Могилевском осводе. Рыбак, який тыдень тому потанул в Быховском районе у Дняпры, не уличил эту окаличность. Мужчина послезнулся, завалился в воду и трапил на глубину. Отколь не смог выбраться, поведомили нашим журналистам вратовальники. Слизкий берег и аквыник падение у воду. По водлисову эксперту, минавито гэта стала причиной трагеды на Дняпры. Специалисты отзначают, такие трагеды у восень здаются часто. Листва, перепады температур ночных и дневных, получается, подморозит травку, затем она оттаивает и так далее. То есть берега превратились в скользкое место. И съехать по такому берегу в воду очень даже просто. Что и случилось с рыбаком, который проживал в буйничах в нашем поселке, ушел на рыбалку и, к сожалению, оказался в водоеме. С початку слизкие береги, а после тонкий лед. Перед первых заморозков самый неспокойный для вратовальников. Что год за тонкого льду на водоемах в области тонуть рыбаки. Появится первый лед. И, как правило, у нас по первому льду тоже происходит трагедия. Лед должен достигнуть толщины 7 сантиметров. А уже выход наши рыбаки осуществляют при толщине до 3 сантиметров. В 2014 году мы потеряли двоих рыбаков, а в прошлом году уже троих. Вратовальники попередживают, за выход на тонкий лед можно и штраф отримать. Нагадаем, у минулого года областный выконавчик комитет принял решение, а по заборону выхода на лед уперед его остановление и расставание. Наталья Ильинич, Александр Артемьев, Новинирегионы. Лепшей господиней агропромыслового комплексу Могилёшчины стала Лизавета Шарстабаева с Кировского района. До профессийного свята работников сельской господарки у другий раз организованы областный конкурс «Молодая господиня». У делу им брали девчаты во взросле от 18 до 31 года. Усеяны живут и працуют в сельской мясцовости. У дельника у другого полику конкурса «Молодая господиня» агропромыслового комплексу 2016 селета прима у Кировск. У фае Палаца культуры выстава «Страу» – хатнее задание на лепшее кулинарное приготовление. А на сцене у гадычас представление у дельниц – сирот журы, пераможца леташнего конкурса. Девушкам я пожелала также раскрыть свои таланты, не стесняться, чтобы они показали себя во всей красе. Ветеринарный урач, доярка, рыбовод, бухгалтер, продавец, выкладчик установы сельскохосподарчика на керунку 24 у дельницы конкурсу – лепшая працовная у галине. Адых якость работы и увогули у всех работников сельской господарки залежит харшовая безпека Беларуси. Умеют працавать, вучатся, отпочивать. Конкурс интеллектуалов, танцы, спевы с нелегкими заданиями многие девчаты справились як сапраудные профессионалы. До прыгла до переможца конкурса Елизавета Шорстобаева для дефиле «Убрание шило разом с сябровкой», не которые зачаровали журы акапельными спевами. «Говорили про меня, не молодицу» Приполняет радость. Мне очень приятно, что судьи оценили действительно то, что я хотела передать именно от души. Очень приятно, что столько людей поддержало, пришло меня. Я не ожидала, просто не ожидала. Первый раз на сцене. Куча эмоций. Закончила художественный колледж в Бобруйске. Работаю в профессиональном лицее в Кировском. Часто приходится бывать, судить разные мероприятия, но такого накала страстей я, честно, не припоминаю давно. Потому что все считали, что моя самая лучшая, самая красивая, самая талантливая. Но пришлось нам, конечно, внимательно к этому вопросу отнестись. Я думаю, что решение принято правильное. Областный профсоюз работнику агропромыслового комплекса планует провести ответный семейный конкурс. Организовать клуб для веселых и знаходливых. Миновита деля отпочинку вязковцев. Татьяна Сергеичек, Александр Тарасов. Новины региона. Республиканский фестиваль национальной драматургии Мядунина Мартинкевича стартовал в Бобруйску. Гэтым разом форум будет шестиденым. Прихильника умельпомены. Чекают спектакли, читки пьес белорусских драматургов, выставы, экскурсии, майстер-классы. У двух конкурсных программах спектакль театра драмы и эксперимент заявлены 11 лучших спектаклях театральных сезонов. Могилюшчина на шестом фестивале драматургии будет представлена трыма постановками. Скарина областного драматичного театра, Синяя-синяя областного театра «Лялек» и Точкина временной оси. Театра драмы и комедии Мядунина Мартинкевича. Старт конкурсной программе дала трагикомедия «Карьера доктора Рауса». У Бабруйск на форум приедут критики, режиссеры, актеры из всей республики и белорусские драматурги. Сам же фест будет продолжаться до 22 листопада. У его часа так само запланованы доброчинные показы интерактивных спектаклей для выхованцев интерната, плюс позаконкурсная постановка от гостей со Словакии. День студента означают 17 листопада. У Могилевской области працуют шесть высшейших навучальных установ. Адукацию их отримовывают каля 30 тысяч молодых людей. По колькости студентов наша область займает четвертое место в Беларуси. Творчая, креативная и открытая новым ведомостью это про нашу молодь. Напереды дни святы на базе Беларусско-российского университета отбылся областный этап конкурсу «Студент года-2017». Кто стал переможцем и представить Могилевскую область на республиканском этапе, далее в репортаже. Студент года, он признается, как уже признаются жюри, он должен быть признан, можно сказать, даже обществом. Он должен быть ответственным, добрым, умным, никогда не подводить. Он должен быть креативный, позитивный, умный, понадливый. Он должен быть умным, добрым, честным, красивым. Каким? Красивым. Красивым. Счастливым. Самый лучший студент области, он должен быть харизматичным. Он должен подходить очень ответственно к номерам, которые он представляет на сцене за свою область. Студент области должен быть веселым. Минавито так выглядит «Студент года» у ваших самих удельников конкурсу. Алика поднимать гоноровое звание, им доведется пройти пять выпробований. От портфолио до конкурсу видеороликов. От этого конкурса, что я ожидал, я все получил. Этот конкурс олицетворяет то, как молодежь и на что способны мы. Люди верят в нас, именно в молодежь. Как сказал президент, за молодежь и будущее. До справоздачного концерта девчат и хлопцы рахтовалися некольки тыдню. Кожный студент смог показать все свои таланты. Тому членам журы было непросто. Пожалуй, не припомню давно такого жаркого действительно спора членов жюри. Таких интриг, скажем так, в зале, поскольку действительно все были сильные, яркие. Алия все же это конкурс. И пероможцам может быть только один. Я знаю, кто это вызывает. У меня в конверте все написано. Ну и раскрыто все вверх. И институты МВД. Мне кажется, они и фавориты. Потому что любой конкурс, публика воспринимается на руках. Это главное. Объединитель областного тура. Республиканского конкурса студент года 2017 становится Максим Потаренко. Минавито-курсант четвертого курса Могилевского института Министерства внутренних справ Максим Потаренко представить Могилевшину на финальном республиканском этапе студент года 2017. Татьяна Славио, Денис Бутылин, Новинир региона. Могилевский мини-футбольный клуб «Форты» провел один из голубных матчей сезона в чемпионате Беларуси. Дома наша команда состракалась с девчим чемпионом краины и лидером селетнего турнира Минской столицей. Гэтая гульня стала поколь самой наведвальной у чемпионате. За поединком назирала 1200 глядачоу. Столица двойче выходила наперед, на что господары отказали докладными ударами Максима Аветясяна и Максима Батурына. У вынеку соперники разошлися миром 2-2. После 12 туров могилевчане разместились на другим ротку турнирной таблицы. Мы играли с лидером, мы тоже находимся в лидирующей части таблицы. Этот матч был для нас хорошим экзаменом. Преследовали нас сейчас на протяжении травмы, ребята болели, температура. Мы настраивались, тяжело было 2-2, но я думаю, счет по игре. Где-то у них моменты были у нас, я думаю, результат закономерен. А на этом я с вами развитываюсь и нагадаю. Наши новины доступны на сайте tv-mogiliev.by. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!